Арабская сказка Синбад-мореход. Первое путешествие. Давно-давно жил в городе Багдаде купец, которого звали Синбад. У него было много товаров и денег, его корабли плавали по всем морям. Капитаны кораблей, возвращаясь с путешествий, рассказывали Синбаду удивительные истории о своих приключениях и о далеких странах, где они побывали. Синбад слушал их рассказы, и ему все больше и больше хотелось своими глазами увидеть чудеса и диковины чужих стран. И вот он решил поехать в далекое путешествие. Он накупил много товаров, выбрал самый быстрый и крепкий корабль, упустился в путь. С ним поехали и другие купцы со своими товарами. Долго был их корабль из моря в море, от суши к суши. И приставая к земле, они продавали и выменивали свои товары. И вот однажды, когда они уже много дней и ночей не видели земли, матрос на мачте закричал «Берег, берег!» Капитан направил корабль к берегу и бросил якорь у большого зеленого острова. Там росли чудесные невиданные цветы, а на ветвях тенистых деревьев пели пестрые птицы. Путешественники сошли на землю, чтобы отдохнуть от качки. Одни из них развели костеры и стали варить пищу. Другие стирали белье в деревянных корытах, а некоторые гуляли по острову. Синба тоже пошел погулять и незаметно для себя удалился от берега. Вдруг земля зашевелилась у него под ногами, и он слышал громкий крик капитана «Спасайтесь! Бегите на корабль! Это не остров, а огромная рыба!» И в самом деле это была рыба. Ее занесло песком, на ней выросли деревья, и она стала похожа на остров. Но когда путешественники развели огонь, рыбе стало жарко, и она зашевелилась. «Скорей, скорее!» — кричал капитан. «Сейчас она нырнет на дно!» Купцы попросали свои котлы и корыто и в ужасе бросились к кораблю. Но только те, что были у самого берега, успели добежать. Рыба остров опустилась вглубь моря, и все, кто опоздал, пошли ко дну. Ревущие волны сомкнулись над ними. Синба также не успел добежать до корабля. Волны обрушились на него, но он хорошо плавал и вынырнул на поверхность моря. Мимо него плыло большое корыто, в котором купцы только что стирали белье. Синба сел верхом на корыто и попробовал грести ногами, но волны шныряли корыто направо и налево, и Синба не мог им управлять. Капитан корабля приказал поднять паруса и поплыл прочь от того места, даже не взглянув на утопавшего. Синба долго смотрел вслед кораблю, а когда корабль скрылся вдали, он заплакал от горя и отчаяния. Теперь ему неоткуда было ждать спасения. Волны били корыто и бросали его из стороны в сторону весь день и всю ночь. А утром Синбад вдруг увидел, что его прибило к высокому берегу. Синбад схватился за ветки дерева, которые свешивались над водой, и, собрав последние силы, вскарабкался на берег. Как только Синбад почувствовал себя на твердой земле, он упал в траву и лежал как мертвый весь день и всю ночь. Утром он решил поискать какую-нибудь пищу. Он дошел до большой зеленой лужайки, покрытой пестрыми цветами, и вдруг увидел перед собой коня, прекрасней которого нет на свете. Ноги коня были спутаны, и он щипал траву на лужайке. Синбад остановился, любуясь этим конем, и спустя немного времени увидел вдали человека, который бежал, размахивая руками и что-то кричал. Он подбежал к Синбаду и спросил его, кто ты такой, откуда ты, и как ты попал в нашу страну? О, господин, ответил Синбад, я чужеземец. Я плыл на корабле по морю, но мой корабль утонул, а мне удалось схватиться за корыто, в котором стирают белье. Волны до тех пор насели меня по морю, пока не принесли к вашим берегам. Скажи мне, чей-то конь, такой красивый, и почему он пасется здесь один? Знай, отвечал человек, что я конюх царя Аль-Михарджана. Нас много, и каждый из нас ходит только за одним конем. Вечером мы приводим их пастись на этот лук, а утром уводим обратно в конюшню. Наш царь очень любит чужеземцев. Пойдем к нему. Он встретит тебя приветливо и окажет тебе милость. Благодарю тебя, господин, за твою доброту, сказал Синбад. Конюх надел на коня серебряную издечку, снял путы и повел его в город. Синбад шел следом за конюхом. Скоро они пришли во дворец. И Синбада вели в зал, где сидел на высоком троне царь Аль-Михарджан. Царь ласково обошелся с Синбадом и стал его расспрашивать. И Синбад рассказал ему обо всем, что с ним случилось. Аль-Михарджан оказал ему милость и назначил его начальником гавани. С утра до вечера стоял Синбад на пристани и записывал корабли, которые приходили в гавань. Он долго прожил в стране царя Аль-Михарджана. И всякий раз, когда к пристани подходил корабль, Синбад спрашивал купцов и матросов, в какой стороне город Багдад. Но никто из них ничего не слышал о Багдаде. И Синбад почти перестал надеяться, что увидит родной город. А царь Аль-Михарджан очень полюбил Синбада и сделал его своим приближенным. Он часто разговаривал с ним о его стране. И когда объезжал свои владения, всегда брал Синбада с собой. Много чудес и диковинок пришлось увидеть Синбаду в земле царя Аль-Михарджана. Но он не забыл свои родины и только о том и думал, как бы вернуться в Багдад. Однажды Синбад стоял, как всегда, на берегу моря, грустный и печальный. В это время подошел к пристани большой корабль, на котором было много купцов и матросов. Все жители города выбежали на берег встречать корабль. Матросы стали выгружать товары, а Синбад стоял и записывал. Под вечер Синбад спросил капитана, много ли еще осталось товаров на твоем корабле? У трюме еще лежит несколько тюков, ответил капитан. Но их владелец утонул. Мы хотим продать эти товары, а деньги за них отвезти его родным в Багдад. Как зовут владельца этих товаров? Спросил Синбад. Его зовут Синбад, ответил капитан. Услышав это, Синбад громко вскрикнул и сказал, «Я, Синбад! Я сошел с твоего корабля, когда он пристал к острову Рыбе. И ты уехал и покинул меня, когда я тонул в море. Эти товары — мои товары». «Ты хочешь меня обмануешь?» — скричал капитан. «Я сказал тебе, что у меня на корабле есть товары, владелец которых утонул. И ты желаешь взять их себе?» «Мы видели, как Синбад тонул, и с ним утонуло много купцов. Как же ты говоришь, что эти товары твои? Нет у тебя ни чести, ни совести». «Выслушай меня, и ты узнаешь, что я говорю правду!» — сказал Синбад. «Разве ты не помнишь, как я нанимал твой корабль в Басре?» «Освел меня с тобой писяц по имени Сулейман Вислоухи». Он рассказал капитану обо всем, что случилось на его корабле с того дня, как сяня отплыли из Басра. И когда капитаны-купцы узнали, Синбада, они обрадовались, что он спасся. Они отдали Синбаду его товары, и Синбад продал их с большой прибылью. Он простился с царем Аль-Михарджаном, погрузил на корабль другие товары, которых нет в Багдаде, и поплыл на своем корабле в Басру. Много дней и ночей плыл его корабль, и, наконец, забросил якорь в гавани Басры. Оттуда Синбад отправился в город Мира, как называли в то время арабы Багдад. В Багдаде Синбад роздал часть своих товаров друзьям и приятелям, остальные продал. Он перенес пути столько бед и несчастей, что решил больше никогда не выезжать из Багдада. Так окончилось первое путешествие Синбада-морехода.